Первые итоги проекта «Нулевая зона» подвели сегодня в Мининформполитике Республики. Напомним, в Чувашии с октября этого года некоторые пользователи сотовых телефонов могут совершенно бесплатно выходить на официальный портал органов власти Республики. Первой такую возможность своим абонентам предоставила сотовая компания «Билайн». Спустя несколько недель к проекту подключились «Мегафон» и «МТС». С 18 октября бесплатным доступом к кап.ру в сутки пользуются до 100 абонентов «Билайн». Много это или мало, операторы сотовой связи не спешат с выводами. Но в Мининформполитике первыми результатами довольны. Для нас, для государства важно, что порталом, то есть количество, даже если это 100 пользователей в сутки, для нас это уже, это тоже люди, которым этот ресурс важен. Вы все знаете, что портал Капру один из самых посещаемых в стране. В компании «МТС» подсчетами решили заняться позже, так как считают, что месяц – слишком маленький срок, чтобы подводить итоги. Но останавливаться на достигнутом они не собираются. Продолжать, я думаю, это стоит, тем более, если будет поддержка стороны владельцев сайта, если абоненты нашей компании будут понимать, что действительно, заходя на этот ресурс, они не тратят свои средства, а могут спокойно, не спеша, воспользоваться какими-то информационными ресурсами, либо услугами, которые им интересны. Поэтому наша компания поддержала, развила и будет поддерживать это в дальнейшем. Компания «Мегафон» решила пойти дальше и обнулила стоимость посещения портала кап.ру не только для жителей Чувашии, но и всего по Волжье. А это порядка 14 миллионов абонентов. Кроме этого, в интернет и на сайт госуслуг в том числе можно будет выйти даже из общественного транспорта. Вчера началось тестирование нового для Чувашии проекта – Wi-Fi в троллейбусе. Wi-Fi в трех троллейбусах по маршруту номер один. Как мы его выбрали, почему именно номер один? Потому что он самый протяженный и, наверное, самый популярный аудиторий. То есть это и Красная площадь, это и Универмаг, это и больничный комплекс, это и ЖД-вокзал, это и МТВ-центр. То есть 10 декабря этой услугой могут воспользоваться пассажиры троллейбусов по маршруту номер один. Она бесплатная. И это не все новшества. С 2013 года сайт Капру изменится. Появится личный кабинет, где горожане смогут отслеживать, как идет работа с личными обращениями. Будет доработан поисковик, находить нужную информацию станет гораздо проще. Также портал станет доступным и для слабовидящих людей. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.